День с толком Субтитры сделал DimaTorzok 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 и России, которые имеют отличия в нескольких сибирских регионах. Также Матыцина просили оказать финансовую поддержку ветеранскому движению спортсменов, решить проблему с монополизацией льда. Сейчас он по сути в руках одного владельца и фигуристы вынуждены платить в три дорога за аренду льда для тренировок. Будем пробовать договариваться с коммерческими объектами о предоставлении бесплатного времени за счет бюджета, в том числе и министерства спорта, и каждый муниципалитет будет тоже делать определенные шаги. Совместные действия планируются и на уровнях выше регионной федерации. В рамках рабочего визита Олег Матыцина и губернатор Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписываемое сегодня, станет своего рода дорожной картой нашей совместной работы в несколько ближайших лет. Документ коснется нескольких направлений. Нацпроекта «Спорт. Норма жизни», оснащение и строительство спортобъектов. Так, из крупных краевых планов появление ледовых арен в Барнауле, Бийске, в последнем строительство футбольного поля. Кроме того, установка в районах, площадок для сдачи норм ГТО, помощь в оснащении инвентарем спортшкол. Кстати, лучших тренеров региона Матыцина наградил сегодня лично. Мы же мечтатели, мы все время хотим, желаем, то есть стремимся к чему-то, потому что результаты детей, когда видишь, оно приносит, придаёт тебе силы. То есть, когда ребёнок развивается, выполняет разряд, как будто ты выполняешь свой труд, вкладываешь в него. Много у вас чаще всего занимаешь? У меня лично 45. А всего сколько ты занимаешь? В районе 120 человек. С юными скалолазами министр познакомился в спорткластере «Лабиринт», где сейчас находится единственный в краевой столице скалодром. А после отправился на грибной канал, где в этом году пройдут соревнования международного уровня. Олег Матыцин лично осмотрел состояние инфраструктуры, поинтересовался ходом строительных работ и обещал оказать поддержку. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком. Нецелесообразным и даже вредным назвала вице-премьер России Татьяна Голикова введение паспортов для вакцинированных от коронавируса в регионах России. Она считает, что вполне достаточно выданных Минздравом сертификатов. Введение иных документов, по ее мнению, будет лишь способствовать раздражению граждан, которые в этом случае воспримут вакцинацию как принудительный процесс. Напомним, в крае временно приостановили прививочную кампанию, ждут, когда поступит новая партия вакцины. Ну а тем временем число вновь выявленных больных в регионе за сутки немного выросло. На сегодня их 185 человек. Умерло 14. Причем число смертельных случаев держится на стабильно высокой отметке. Количество тяжелобольных на сегодня – 370. К аппаратам ИВЛ подключено 103 человека. Именно коронавирус стал причиной смерти легенды советского и российского кинематографа Василия Ланового. 16 января актеру исполнилось 87 лет. А еще 31 декабря прошлого года он сдал тест на COVID-19 и вместе с супругой был госпитализирован. Из больницы Василий Семенович так и не вышел. Известно, что накануне его подключили к аппарату ИВЛ. В начале ноября 2015 года актер побывал в Алтайском крае. Герой многих поколений провел в Бийске и в Барнауле два дня встречался со школьниками и педагогами. А в Доме культуры краевой столицы тогда делился со зрителями впечатлениями о многочисленных ролях в кино. Рассказывал о своей молодости и читал стихи. Ветеран Чернобылец, который уже 7 лет живет в аварийной барнаульском двухэтажке, через суд добился благоустроенного жилья. Но городской комитет ЖКХ подал апелляцию и предложил ликвидатору аварии на АЭС переселиться в маневренный фонд города, состояние которого, по мнению мужчины, не лучше, чем у аварийного дома. В абсурдной ситуации пыталась разобраться Валентина Аскерова. Не дома катакомбы, в которых живут десятки семей. Самый почетный постоялец Владимир Землянский, ликвидатор последствий аварии на атомной электростанции. На груди гроздь из медалей, но их, к сожалению, нельзя обменять на жилье, в котором можно проживать без страха за жизнь. От безысходности ветеран уже 20 лет живет в полуразрушенном доме. В наш союз Чернобыль ходил, но, говорит, многие вот так вот живут, многие. А вот когда нас призывали, полгода мы там были в этом Чернобыле, все, пожалуйста, надо. А сейчас мы, как говорится, никому не нужны. Вот они, трещины, пожалуйста, вот она идет. Тоже ненормально. Вот она, трещина, пошла. Вон они, вверху трещины уже пошли. Вы не боитесь, что рухнет? Боимся, а куда деваться? Не на улице же жить. Приходится ждать. В 2013 году двухэтажку признали аварийной, то есть непригодной для проживания. В 2015-м подошла очередь для расселения, но долгожданного переезда не случилось. В итоге половина жильцов съехала, подобрав варианты самостоятельно. Кто к родственникам, кто на съемные квартиры. Половина вынуждена была остаться. Многие годы жильцы латают трещины, пытаясь хоть как-то продлить дому жизнь. Уже жвачку прилепили, чтобы ну совсем уже. А это туалет на втором этаже. Здесь можно быть похороненным заживо в любой момент. Скажите, как вы ходите сюда, в туалет? Молодче, со страхом. Ну, боитесь, что упадет? Как защищаетесь? Кастрюлю надеваю на голову, чтобы не продавила темечка. С кастрюли на голове стоит ходить и по подъезду, а лестница представляет собой аттракцион. Жильцы двухэтажки умоляют городскую мэрию предоставить им положенное по закону нормальное жилье. Ветеран Чернобыльц Владимир Землянский свои права уже отстоял в суде. По его решению, мужчине полагается благоустроенная квартира площадью не менее 18 квадратов. На данное решение суда комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула подана апелляционная жалоба. Жилое помещение Землянскому будет предоставлено по итогам рассмотрения дела судом. Мэрия сейчас пытается отменить решение Центрального районного суда Барнаула и, по словам Землянского, предлагает жилье из маневренного фонда. Так какой смысл мне туда идти, в это маневровое? Оно еще хуже нашего общежития. Его тоже надо капиталить, тоже надо делать. Получается абсурдная ситуация. Пройти судебные тяжбы, чтобы получить снова несносное для проживания жилье. В справедливости ради замети мэрия в итоге пообещала приобрести землянскому квартиру в этом году. А значит, еще есть надежда на нормальные квадраты. Между тем, в аварийном доме на Тимуровской проживают еще порядка 20 семей. Их пообещали переселить до 2025 года. Люди надеются, что им предложат неманевренный городской фонд. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Барнаульская городская дума утвердила сегодня в первом чтении новые правила благоустройства города. Впереди их ждут еще общественные обсуждения, в том числе оценка экспертов разного профиля. Вынести документы в окончательную редакцию планируют в середине февраля. Как новые правила могут повлиять на облик города и жизнь горожан, выяснял Илья Кочетков. Предыдущий свод правил благоустройства Барнаула датирован 2017 годом. Казалось бы, это было не так давно, но с тех пор, поясняют городские чиновники, многое изменилось и в федеральном, и краевом законодательстве. Взять хотя бы новые правила компенсационного озеленения. Плюс много критики и предложений за последние годы поступило от общественности Барнаула. Как результат, изменение посыла и характера требований. Если раньше они были скорее сводом запретов, то теперь это обязательные к исполнению рекомендации. А сегодня правила благоустройства, они больше направлены на то, чтобы стимулировать, каким должен быть наш город. А самое главное, заложены те инструменты, чтобы мотивировать не только, скажем, ответственных людей за общественное пространство, но и собственников объектов, жителей города на содержание своих объектов, земельных участков. Голосованию предшествовали широкие обсуждения, в том числе круглый стол с участием общественников, политиков и прочих заинтересованных лиц. Хоть городским чиновникам и ставили в укор, что времени на знакомство с документом отведено мало, последние выложили в открытый доступ перед новогодними праздниками, количество поступивших предложений и поправок исчисляется десятками. А со стороны экспертов прозвучали важные замечания. Так Юрий Ряполов предложил, например, ставить в частном секторе специальные короба для пакетов с мусором. В целом, в отличие от правил 2017 года, документ получился более объемным. Часть пунктов расписана подробнее. Например, благоустройство фасадов. Упор идет на единый стиль облика улицы вплоть до цветового решения. Городская среда должна быть по умолчанию комфортной для передвижения инвалидов и других маломобильных граждан. Оброшенные неисправные автомобили теперь смогут стоять на улицах и во дворах не больше 15 суток. Напомним, что до сих пор они порой стояли годами. А энергетики, в свою очередь, настаивают на том, чтобы закрепить статус охранных зон сетей. И деревья садим, и гаражи ставим, и чего только нет. А если это летом, то, конечно, все это быстро проходит. Но, вы понимаете, вот минус 40, под гаражом что-то недавно случилось или у нас, или у электрика, или у водоканала. И оперативное устроение повреждений невозможно, потому что там что-то находится. Вот этот вопрос надо будет обязательно, мы считаем, в правилах отразить. Эти и другие предложения обещают учесть ко второму чтению правил. Оно пройдет 15 февраля. В окончательной редакции документ вступит в силу 1 сентября этого года. Илья Кчетков, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле начали подбирать и обучать лучших волонтеров, которые будут работать на втором этапе Кубка мира по гребель на байдарках и каноэ. Волонтерский штаб открылся накануне. С каждым кандидатом проведут собеседование в онлайн-формате. При отборе будут учитывать коммуникабельность, опыт и знание английского языка. Также организаторы надеются найти волонтеров, которые говорят на немецком, французском и испанском языках. Регистрация очень простая на портале Доброру. Нужно просто нажать мероприятие, выбрать Барнаул, нажать кнопочку «Найти». И здесь эти мероприятия увидят нашего сибиряка, нашего бабриюшку. Приходим к нему, просто нажимаем «Смотреть доступные вакансии». Здесь сразу же открывается вакансия волонтера. У нас заготовлен уже определенный скрипт, по которому мы будем собеседовать наших волонтеров. И, соответственно, отвечая на наши вопросы, мы будем уже видеть, насколько волонтер заинтересован. Здесь вот будут появляться все больше и больше значков, отмечающих те территории, откуда будут наши волонтеры. Добавим, организаторы уже получили несколько заявок на участие из восьми регионов страны. Всего будет набрано около 400 волонтеров. Они закрашивают рекламу наркотиков, помогают полиции, проводят беседы в школах и делают это абсолютно бесплатно. Теперь не только в Барнауле, но и в других городах Алтайского края начал свою работу штаб «Стоп наркотик». Что делают студенты и волонтеры, чтобы оградить детей и взрослых от случайного соблазна стать закладчиком или попробовать запрещенные вещества, расскажем в сюжете. Сопровождение дружинников, мы закрашиваем надписи. Люди с баллончиками краски, их иногда путают с вандалами, но их цель не хулиганство, отпор наркотика. Волонтеры штаба «Стоп наркотик» проводят беседы со школьниками, помогают полиции и закрашивают рекламу сомнительных сайтов. Как правило, по ссылкам на стенах предлагают стать закладчиками, купить вещества. Таких объявлений только по Барнаулу десятки. И раньше закрашивали именно фасады здания, просто черной краской на белом, допустим. Когда я пришел работать, была такая идея сделать трафареты, допустим, занимающихся спортсменов. То есть там гиревик, спортсменка и так далее. То есть это такой большой трафарет, на который накладывается на надпись, и мы закрашиваем. Иногда надписей прямо много, и они, скажем так, например, обещают очень много молодым людям, то есть большие деньги за работу. Акция «Стоп наркотик» сама по себе не нова в Барнауле. Когда-то на это общественники даже получили губернаторский грант. Но недавно волонтеры этого движения появились в восьми городах Алтайского края. Среди них Бийск, Крупцовск, Камень-на-Аби и не только. И почти в каждом городе только за один раз волонтеры закрашивают 25-30 запретных надписей. У нас есть группа ВКонтакте «Стоп наркотик» Алтайский край. Каждый житель города Барнаула или из перечисленных городов или в принципе любой житель Алтайского края мог зайти в нашу группу, написать анкету, которая там есть и может пожаловаться, допустим, что у него очень много рекламы, допустим, на фасадах Дании. Или там, допустим, даже могут писать нам с тем посылом, что, допустим, правоохранительные органы плохо работают. Каждый раз, говорит Иван, писатели на стенах придумывают новые способы привлечения внимания. Реклама наркотиков эволюционирует. И каждый раз, когда волонтеры стирают запретные надписи, они появляются снова и снова, как грибы после дождя. А значит, у штаба «Стоп наркотик» в каждом городе Алтайского края всегда будет работа. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Дневник ленинградской школьницы. Театр «Кукол сказка» выпустил не совсем обычный для себя спектакль. Подобного в репертуаре еще не было. Главные герои со сцены рассказывают об ужасах Великой Отечественной войны. Среди родителей юных зрителей есть мнение, что постановка сложная для восприятия, не для детской психики. Что думают о спектакле артисты и почему уверены, что дневник ленинградской школьницы нужно открывать и читать. Смотрите далее. Когда еда не на столе, а только в мыслях. Страшный голод блокадников ожил на сцене театра «Кукол сказка». В основу спектакля вошла трагическая история 11-летней Тани Савичевой. Это реальная история девочки, которая вела блокадный дневник. В нем всего 9 страниц. На них она записывала даты смерти своих близких. Матери, бабушки, сестры. Таня потеряла всех. Я очень хотела, чтобы стало легче, но не становилась. Тогда я взяла блокнот и карандаш и решила написать эти слова. Нина Познякова в спектакле главная героиня, вернее ее кукла Таня. Актриса говорит, что несколько первых репетиций практически вся труппа рыдала. Было трудно осознавать, что все это было на самом деле. Тяжело первое время, потому что мы сами немножко... Ты немножко не знаешь, с какой стороны к этой теме подойти. Она всегда чуть-чуть внутри тебя под запретом. Или там... Ну, то есть, вот даже обычно, когда идет репетиционный процесс, да, у нас могут возникать шутки, юмор, там, кто-то что-то забыл и так далее. А тут, как бы, ты все время находишься в таком пространстве трагедии. Поэтому и человеческой, и как бы реальной совершенно трагедией. Трагизмом пропитан весь спектакль. И таких эмоционально сложных историй в театре кукол еще не было. Недавно в одном из школьных родительских чатов нам попалась переписка. Взрослые решали вести или не вести детей на дневник ленинградской школьницы. Многие были против. Постановщики спектакля с этим не согласны. Уверяют, происходящее на сцене напоминает о героизме обычных людей и вере в лучшее. Дает возможность современному поколению посмотреть в прошлое и еще больше ценить настоящее. К слову, ограничения по возрасту этого спектакля 9+. Тема победы, тема героизма, она всегда должна быть в театре. И разговор с подростками тоже должен быть на эту тему. Я вообще такой мысли не допускаю, что можно запрещать смотреть такие спектакли. Нужно смотреть все, а потом выстраивать правильный диалог с ребенком. Официальная премьера спектакля состоялась в прошлом году. Но из-за пандемии его посмотрело очень мало зрителей. Показы были вынуждены откладывать. Со дня исторической даты снятия блокады Ленинграда дневник 11-летней девочки вновь на сцене. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях на YouTube-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших выходных!